Всем привет! Вы на канале Жизнь в кето. Бла-бла-фьюзинг, Анна. Это моя жизнь, уже четвёртый год, как я пребываю в данной практике кето-питания, которая давно стала частью моей жизни. Ну и частью моей жизни стала вообще, собственно, съёмка и уже выкладывание это всё на YouTube. Это тоже уже неотъемлемая часть. Даю себе послабление только на ужин, когда могу всё спихнуть в одну тарелку. Как говорится, не расставлять это всё по бутылочкам. Что сегодня у меня получилось на обед? Обед у меня сегодня такой несуразненький, потому что я долго и мучительно его вообще составляла. Мне нужно было уже доесть бульон, который остался от куриных сердечек и куриные сердечки, хотя они ещё тоже остались, скорее всего, доем до ужина. Ну, то есть, вот это вот надо было что-то приготовить, да и хотелось, в принципе, какой-то суп. И в итоге, короче, и ещё вот эту вот рыбу тоже надо было вот как-то впихнуть. И всё это вот так вот обрисовать, чтобы в итоге 900 килокалорий получилось. И совпало, конечно же, с кетопропорцией текущей моей. При этом, конечно же, с учётом того, что ещё 100 калорий ушло на завтрак. Итого, сегодня у меня получился вот такой в итоге салат. Салат. Салат – это в прямом смысле салат. Здесь просто пучок салата, зелёного салата порезанно. И маслица туда налита, столовая ложка, как обычно, рыжиковая. И немножечко я соевым соусом это дело посолила. И пищевые дрожжи, кстати говоря, в этом случае идут тоже как приправа. И очень, кстати, дело – это влияют на вкус. И вообще, ну, кроме того, что они пользу приносят источник витаминов группы В. Вот. И прям на самом деле здесь, по граммам здесь всего ничего. То есть, с листью салата, они просто чисто объём и всё. Ну и, собственно, вот этот суп, который у меня получился. Это фактически у меня куриный бульон. Но куриный бульон очень-очень такой жирнючий, потому что сердечки были такие прям жирнючие. Даже несмотря на то, что я его вроде бы разводила кипячёной водой, когда готовила, всё равно явно он видно, что жирнючий. Поэтому вот я, допустим, положила сюда ещё майонеза. Майонеза положила меньше, чем записала в Фэт Сикрете, потому что бульон реально здесь сильно жирный. И такого куриного бульона, конечно же, наверное, скорее, надо было даже как свиной его считать, собственно. Вот мне только сейчас пришло в голову. Но я говорю, что я сегодня так долго и мученически составляла себе в Фэт Сикрете это всё, что на это у меня уже ума точно не хватило. А, ну и, собственно, суп этот вот. Вот 30 грамм здесь куриных сердечек на эту порцию. И измельчённая тыква. То есть, собственно, курино-тыквенный суп. Измельчённая тыква. Аж целых 200 грамм, между прочим. Ну и майонеза тут неизвестно сколько. Короче, меньше, чем я записала. Записала 15 грамм, положила гораздо меньше. Ну и, собственно, сегодня у нас первое и второе. Прямо замечательное вот это вот щука. Фактически она варёная, варёно-тушёная. Ну, скорее даже варёная. Со специями просто отварная щучка. Чистый белок, как говорится, практически. Потому что при этом она ещё так, как она не жирная рыба, а такая постная щука. Я сюда ещё сливочного масла нафигачила. И в итоге вот здесь, в этой тарелке, 50 грамм сливочного масла. С учётом того, что ещё часть масла пошла на пюре. Пюре, конечно же, и цветной капусты. Хорошо так в этот раз взбилось, прям отварилось. Прям вообще вот круче всякого и картофельное пюре. И на десерт ещё будет 15 грамм. Здесь всего грецких орехов и калий и омега-3. Вот такой сегодня получился у меня кетобед. И, кстати, хотела ещё пожаловаться. У меня вчера случилось настоящее горе. Моя формочка вот эта вот квадратная стеклянная, которую я использовала везде в микроволновке, лопнула. Причины неизвестны, потому что непонятно, то ли она там что-то я очередное готовила. Уже после того, как обедала, ещё что-то готовила, она лопнула там. Ну, никакого звука я вроде... Обычно, когда стекло в таких случаях лопается, ну, при нагревании, оно такое щелчок даёт. Ничего не слышала, может, пропустила. А может быть, я его как-то грохнула там, не знаю, где-то в раковине железной, металлической. В общем, короче, горе у меня страшное. Формочку такую найти будет очень сложно. Хочу именно квадратную, стеклянную, толстую, вот для того, чтобы её можно было везде. Собственно, может быть, я как бы не сильно... Не то, что расстроилась, а переживала, что она лопнула, потому что, собственно, на ней было написано, что она для салата. Там вообще ни слова было ни про микроволновку, ни про нагревание и вообще такое всё, всякое. Но стекло такое толстое, как говорится, кто бы мог подумать. В общем, короче, теперь мне нужно найти такую же вот по объёму и, так сказать, форме формочку. Эта вещь вообще просто мегаудобная для всяких запеканок, да вы их много, всякого разного, приготовленного в этой формочке, у меня уже видели на моём канале. Итак, это рулит магия вечна. Всем привет, пока-пока. До встречи на моих каналах. Подписываемся.